Давайте подумаем, какой тип реакции может произойти, если у нас есть вот такая молекула. Не будем утруждать себя и давать ей название. Это заняло бы слишком много времени нашего видео. Скажем только, что она растворена в метаноле. Это важные условия. Говоря о типах реакции, мы будем выбирать между реакциями SN2, SN1, Е2 и Е1. Прежде всего, стоит начать с самого растворителя. При принятии решения о том, какой именно тип реакции произойдет, важно понять, является ли растворитель протонным или апротонным. Вот этот растворитель представляет собой метанол. Он протонный. Напомним, что протонный означает, что в растворителе присутствуют протоны, которые находятся в свободном состоянии и перепрыгивают от одной молекулы к другой. Мы знаем, что метанол является протонным, потому что в нем есть водород, соединенный с атомом кислорода, обладающим высокой электроотрицательностью. Таким образом, в любой момент в одной из молекул метанола кислород может украсть электрон у водорода. И тогда водород сам по себе без электрона, то есть протон, будет свободно вращаться вокруг, поскольку у него нет нейтрона. Таким образом, это протонный растворитель. Мы можем спросить, является ли любой растворитель, содержащий водорода, протонным. Ответ — нет. Если у нас есть набор водородов, соединенных только с углеродами, растворитель не является протонным. Электроотрицательность углерода не настолько высока, чтобы он мог украсть электрону водорода и оставить эти водороды свободно плавать. Основной признак — водород, соединенный с атомом, обладающим высокой электроотрицательностью, как кислород. Наш растворитель является протонным, а в таких растворителях из всех изученных нами реакций наиболее вероятными, хотя лучше начать с наименее вероятных. Итак, в протонном растворителе с наименьшей вероятностью произойдут реакции SN2 и Е2. Это объясняется тем, что реакции SN2 нужен сильный нуклеофил, а реакции Е2 нужно сильное основание. Если у нас есть плавающие вокруг протоны, нуклеофил, или основание, вероятнее всего, вступит в реакцию с протоном. Маловероятно, что они вступят в реакцию с самим субстратом. Таким образом, в протонном растворителе у нас, вероятно, произойдет реакция SN2 или Е2. С большей вероятностью мы получим реакцию SN1 или же Е1. Обе они нуждаются в замещаемой группе, которую можно заместить. И вокруг них создаются протоны, которые могут помочь стабилизировать замещаемую группу в некоторой степени. Итак, вероятность SN2 и Е2 очень мала, а SN1 и Е1 более высока. Пока что это наши лучшие кандидаты. Следующее, что нам нужно сделать, это посмотреть на саму замещаемую группу, либо посмотреть, есть ли еще другая замещаемая группа. И здесь все, что мы видим вокруг этой молекулы, либо углерод, либо водород, за исключением этого йода. Обратите внимание на йод. Мы знаем, что едид является хорошей замещаемой группой. Наличие хорошей замещаемой группы не делает менее вероятными реакции SN2 либо Е2. Обе они отлично взаимодействуют с хорошей замещаемой группой. Наоборот, это необходимое требование для реакции SN1, так же, как и Е1. Мы помним, что первый шаг в обеих реакциях SN1 и Е1 — это когда замещаемая группа уходит сама по себе. Это стадия, определяющая скорость реакции. Это обязательное требование для SN1 и для Е1, поэтому вероятность этих реакций по-прежнему высока. Пока что мы не видели ничего, что заставило бы нас думать о невозможности SN1 или Е1. У нас есть хорошая замещаемая группа. Давайте это запишем. Последнее, о чём следует подумать, теперь — это углерод, с которым происходит замещение. На данный момент всё указывает на реакции SN1 и Е1. И последняя деталь, когда замещаемая группа замещается, она формирует карбокатион из углерода, с которым она связана. Для того чтобы карбокатион был достаточно стабилен, он как минимум должен быть вторичным карбокатионом, соединённым, по крайней мере, с двумя углеродами, а в идеале должен соединяться с тремя углеродами. Он должен быть третичным углеродом. Углерод, с которым соединена замещаемая группа, является третичным углеродом. Он соединён с одним, двумя, тремя углеродами, поэтому он является третичным углеродом. Он может быть стабильным карбокатионом. Это третичный углерод, который, повторим, повышает вероятность SN1 и Е1. Итак, по всем признакам должны произойти реакции SN1 и Е1. И на самом деле обе они произойдут. Давайте представим себе механизм. На самом первом этапе происходит замещение замещаемой группы при любой из этих реакций. Если посмотрим на йод, увидим, что у него уже есть 7 валентных электронов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На первом этапе, когда определяется скорость реакции SN1 или Е1, йод крадёт электрон у углерода. Мы нарисуем этот электрон зелёным цветом. Итак, йод украдёт его, чтобы сформировать йодид. А углерод потеряет электрон и превратится в карбокатион. Итак, после самого первого этапа мы получаем что-то похожее на это. Это наша молекула. Чтобы было понятно, что мы сделали, нарисуем здесь стрелку, чтобы обозначить, что это наш следующий этап. И что же здесь происходит? Третичный углерод потерял свой электрон. Поэтому у углерода теперь положительный заряд. Он стал третичным карбокатионом. А йод превратился в йодид. Он покинул молекулу. Покинул молекулу. Изначально у него было 7 валентных электронов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Он украл ещё один электрон у углерода и теперь стал… Давайте нарисуем его зелёным цветом. Он украл ещё один электрон у углерода и теперь превратился в йодид-анион. Йодид-анион. Таким образом, этот этап соответствует обеим реакциям SN1 и Е1. Замещаемая группа должна уйти. И после этого они начинают расширяться. В SN1 замещаемая группа в конечном счёте замещается слабым нуклеофилом. В Е1 слабое основание извлекает один из бета-водородов и формирует алкен. Давайте проведём их по отдельности. Вот здесь мы проведём реакцию SN1. Подпишу её. А с правой стороны проведём реакцию Е1. Давайте начнём вот отсюда. Итак, SN1 начинается вот здесь, на этом этапе. Повторим ещё раз этот этап. Здесь у нас есть положительный заряд, отметим его плюсом. Йод ушёл, нам больше не нужно рисовать все его валентные электроны. И что же произойдёт после? У нас произойдёт замена слабым основанием. А слабым основанием здесь является метанол. Слабое основание здесь — метанол. Давайте нарисуем метанол. Вот так выглядит его молекула. У него две несвязанные пары электронов. Метанол является слабым основанием. Оно хотело бы отдать электрон. У него частично отрицательный заряд, поскольку кислород обладает электроотрицательностью, но при этом отсутствует полный отрицательный заряд, поэтому оно не является сильным нуклеофилом. Но это вещество может отдать электрон этому карбокатиону, и именно это и произойдёт. Оно отдаст электрон этому карбокатиону. После того, как это случится, молекула будет выглядеть вот так. Это наша первоначальная молекула. Итак, вот этот пурпурный электрон был отдан карбокатиону. А с другой стороны находится синий электрон, около кислорода. Теперь он связан. Вот наш кислород. А вот другая пара электронов этого кислорода, и она соединена с водородом и метильной группой. И, наконец, на последнем этапе другое слабое основание может получить возможность украсть протон водорода вот здесь. Здесь нам следует быть максимально точными. Кислород был нейтральным. Метанол вот тут нейтральный. Он отдаёт электрон карбокатиону. У карбокатиона положительный заряд, поскольку он потерял электрон в самом начале, теперь он получает электрон назад и становится нейтральным. Метанол, напротив, будучи нейтральным, отдаёт электрон и становится положительным. Теперь у нас может появиться еще один метанол. У нас может быть еще одна молекула метанола, располагающаяся вот тут, которая может украсть протону этого положительного иона. Вот у этого. Итак, эта молекула может украсть его, либо же она может соединиться с ним. Он может отдать электрон протону водорода. Электрон водорода был украден кислородом, который таким образом стал нейтральным. Итак, на финальном этапе все вместе будет выглядеть вот так. Это у нас здесь метанол, который первоначально был связан, потерял свой водород, поэтому он выглядит вот так. У нас есть только кислород и CH3. Он стал нейтральным, потому что заполучил электрон, когда протон водорода был украден. Поэтому, если мы хотим нарисовать его, следует изобразить эти два дополнительных электрона. Вот таким образом. Если мы хотим нарисовать оставшийся метанол, следует помнить, что он теперь стал положительным катионом и выглядит вот так. Получается OH, CH3, H, и ещё у нас тут есть несвязанная пара и положительный заряд. Итак, это была реакция SN1. Другая реакция, которая произойдёт, это Е1. Займёмся теперь ей. Повторим. Первый этап выглядит вот так. Это у нас первый этап. Давайте всё упорядочим. Итак, замещаемая группа ушла. В обеих ситуациях замещаемая группа уходит. Йод находится вот здесь, наверху. В реакции Е1 не происходит замещение. Слабое основание крадёт водород у одного из бета-углеродов. Давайте подумаем об этом. О том, что такое бета-углерод. Альфа-углерод — это карбокатионный углерод. Он здесь. Это альфа-углерод. У бета-углеродов на один углерод меньше. Это бета-углерод. Вот он. Теперь этот углерод не связан ни с одним водородом. Он связан только с другими углеродами, поэтому он не может лишиться водородов. И нам нужно выбрать между этим углеродом, который связан с тремя водородами, и этим, который связан с двумя водородами. Мы не рисовали его прежде, но он подразумевался здесь. Он связан с двумя водородами. Правило Зайцева говорит нам, что основное вещество производится, когда углерод с меньшим числом водородов теряет один из водородов. Исходя из этого, у этого углерода есть 2 водорода, у этого 3, и отдаст водород основанию, точнее, с большей вероятностью отдаст водород основанию тот, у которого 2 водорода, а не 3, тот, у которого меньше водородов. Наше основание, которым, повторим, являлся метанол, действовало как нуклеофил ВСН1, как слабый нуклеофил ВСН1. Теперь оно действует как слабое основание. Итак, у нас есть метанол, это водород. У CH3 есть некое количество электронов. У него частично отрицательный заряд. Он отдаст один из электронов водороду, вернее, протону водорода. Но водород не собирается забирать себе этот электрон. Электрон будет отдан карбокатиону, чтобы сделать его нейтральным, и сформировать двойную связь. После того, как это произошло, у нас остается что-то похожее на это. Это наша первоначальная молекула. Теперь углерод, нарисованный желтым цветом, потерял свой водород. Этот водород сзади все еще здесь. Мы можем нарисовать его, если хотим. Но он нам не нужен. Это только все запутает. Теперь он сформировал двойную связь с первичным углеродом. Итак, он сформировал двойную связь. Электрон, который был связан с водородом, был отдан карбокатиону. Между ними теперь есть двойная связь. Также у нас есть метанол, который теперь превратился в положительный ион. Теперь он стал положительным ионом, CH3. И у него появилась вот эта самая связь. Теперь он связан с водородом. Нарисуем электрон, который он отдал пурпурным цветом. У него также есть дополнительная несвязанная пара электронов. Итак, в данных обстоятельствах мы учли все признаки. И все признаки были против SN2 и Е2. Они говорили в пользу SN1 и Е1. И если мы на самом деле попробуем провести эту реакцию и посмотреть, что же произойдет, мы получим результат обеих реакций SN1 и Е1. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok